В центре Ярославля открыли подземный переход. Теперь улица Свободы в районе площади юности будет закрыта для перехода по асфальтовой зебре. Яна Хромова одной из первых перешла дорогу под землей. В центре Ярославля открыли подземный переход. Построенный больше 30 лет назад одновременно с театром юного зрителя, новый старый переход отремонтирован и обрел вторую жизнь. Ровесник, этот пешеходный переход, театру юного зрителя. Он изначально создавался, чтобы безопасить маленьких посетителей театра юного зрителя, когда они будут переходить улицу Свободы. Тем более, вспомните, тогда это было движение, какое интенсивное сейчас движение. Были проблемы с его технической эксплуатацией, были проблемы с подтоплением, поэтому закрыли. У города тогда денег не было. Ну, такие лихие в 90-е времена. Теперь деньги нашлись у инвестора. Компания, которая построила офисное здание на перекрестке Свободы и Республиканской, взяла на себя затраты по реконструкции и содержанию перехода. Невысокие ступеньки, обязательные пандусы и съезды для детских колясок. Для инвалидов-колясочников есть кнопка вызова дежурного. Да? Да, хорошо. В обязанности дежурного входит помощь людям с ограниченными возможностями. Для этого закуплена специальная тележка-транспортер. Сам переход будет работать круглосуточно, и также круглосуточно за ним будет вестись наблюдение. Все, что происходит под землей, отражается на мониторе. При необходимости дежурный может нажать сигнальную кнопку и вызвать наряд полиции. Так что спускаться вниз в темное время суток должно быть безопасно. Переход оборудован и системой водосбора и водоудаления. Строители обещают, что затапливать его не будет, если только не масштабный паводок. Я очень рад тому, что ярославские власти обращают больше внимания на безопасность, и что Ярославль становится городом для пешеходов, а не только для автомобилистов. Все-таки хочется пройтись, прогуляться по городу, и важно навести порядок как раз не только в этом пешеходном переходе, но и на всех тротуарах, и не только в центре города. Потому что, к сожалению, за последнее время, если с дорогами начали продвигаться, то пока тротуары оставляют желать лучшего. Чтобы ярославцы быстрее привыкли к нововведению, поставили две секции забора. На днях уберут знаки пешеходного перехода, зебра сотрется сама. Пока же жители по привычке переходили свободу по старому, поперек дороги. Яна Хромова, Александр Рябков.